Что делать? Ездить муд для рассол в огурцах и в банках с огурцами, или бывают еще и баночки к этому сдулись? Я сказала, почему это происходит, а теперь отвечу, а что же делать? Вот такая ситуация. Значит, первое, вот я советую всем, кто особенно делает первый раз эти закруточки такие, нужно на протяжении недели-двух следить. Допустим, баночка где-то стоит у меня на видном месте, и я сегодня заметила, что рассол стал мутный, или того более крышка вздулась. Вчера было все нормально, а сегодня мне это не понравилось. Значит, я открываю, ну, снимаю крышечку, открываю баночку, и этот рассол, иной раз, достаточно просто прокипятить один-два раза, и этот же рассол залить, и все будет нормально. Но бывает так, что я открыла банку, и мне не понравился запах, и мне не понравился уже этот рассол, вот я не хочу его, да, значит, тогда придется и крышечку, и баночку все вымыть хорошенечко, простерилизовать обратно, и огурчики хорошенечко промыть, и сделать рассол заново. Ну, это просто делается, когда вы делаете маринованные огурцы, да, вы добавляете уксус, а когда я не добавляю уксус, то, конечно, я использую этот рассол, я его просто кипячу. Но этот рассол очень-очень редко дает какие-то такие плохие результаты, обычно стоит очень-очень хорошо. И при вот, ну, я вам сказала, значит, вы тогда делаете заново рассол, заливаете, и обычно, ну, можете прокипить его один-второй раз, и на третий раз залить огурцы, и будет все в порядке. Потом бывает такая ситуация, что вы открываете баночку, и видите, что огурцы неплотные, мягкие, и того более, есть такие украинские слова, як порховка, то есть вы берете, он просто распадается. Конечно, этот огурец вы уже спасти не сможете. Значит, вы взяли или не тот сорт, или там очень много было нитратов в этом огурце. Что есть огурцы именно для салата, так и говорят вот на рынке, этот огурец, эти огурцы не годятся для закатки, это салатный огурец. На это нужно обращать внимание, допустим, я сама узнала об этом довольно поздно, но у меня таких не было погрешностей. Потом, если, допустим, вы момент прозевали, вот у вас банка стояла, вы не знаете, когда она потемнела, когда это все разулось, непонятно, да, и что делать дальше. Значит, я когда открою эту баночку, я всегда понюхаю, если запах будет очень-очень-очень неприятный, ну просто очень плохой будет запах, то я считаю, что с такими огурцами нужно расстаться. Потому что даже после вскрытия вы должны понюхать, и запах приятненький, то есть все нормально, их можно огурцы спасти. Вот такой вот мой маленький совет. Ну, чтобы были огурчики, я вам сказала, чтобы они были твердые, хрустящие, не жалейте хрен, корешки хрена, не жалейте листья и кору дуба. Ну, и если будете делать мед с водкой, не жалейте, конечно, водку, будут у вас хрустящие, вкусные огурчики. Всего вам доброго, пока!